Кто первым стал, того и тапки. А в случае с Автоградом это озвученная майка лидера. Как в сфере продаж, так и в сфере обслуживания и сервиса. И мы не сильно удивимся, если скоро здесь появится и авиатехника. Но с гордостью представим вам мототехнику от Кавасаки. Так вот, как ни странно, у автостопа есть категория А, и мы с гордостью представляем мотоцикл от Автограда. Почему с гордостью? Ну, потому что мы давно хотели увидеть в городе настоящие новые мотоциклы. И сейчас они есть. Эта фирма Автоград, что на морожене 9, решила привезти сюда новые мотоциклы, известные марке Кавасаки. Тот мотоцикл, на который мы приехали, это Кавасаки Элиминатор 125. Ну, это уничтожитель, такой небольшой уничтожитель магнитогорского движения. Ибо другого транспортного средства, кроме как, ну, небольшие, но достаточно мощные мотоциклы, в общем-то, не придумано. А из 125 кобыл, в смысле, от 125 кубиков выкачали 12 лошадок. Пум! Мне более чем достаточно. Плюс, здесь, разумеется, электрический стартер и все на ворот, ну, серьезного мотоцикла. Так что поехали дальше. А дальше нас ждет более серьезные вещи. Ура! И наконец-то! То, что так долго ждали, реализовано, причем за вполне доступную цену. Да, ездил в свое время на восходе, матерился и заводил с толкача агрегат, который ехать не хотел. Но здесь, при лучших показателях, дисковый передний тормоз, стартер и комфорт. В обличии скромного чопика. На волю захотелось. Есть и такой вариант. Это уже более серьезная техника. Это техника квадса Эндуро. Кавасаки КЛЕ 500. Здесь 550-сильный двигатель. Прошу прощения, 550 кубовый, чтобы меня вот куда-то на лошадиные силы тянет. Но, тем не менее, 45 лошадиных сил. Я тоже очень серьезный. И двигатель с жидкостным отопроводлением позволяет вам ездить по горам и по велесеченной местности. Но именно на такой технике, я был это в 91-м году, я сдавал на права А категорию. Правда, мотоцикл был не Кавасаки, а Ишь, понятно, спорт. Но ощущения были примерно те же. Для кого сия техника? Ну, для того, кто уже стал ездить по асфальту, обгонять восьмерки, девятки, захотелось что-то большее. Что-то большее, то есть, ну, прокатиться, где-нибудь съездить за грибами, и это все можно сделать. Ну, и я поехал. И опять страница истории. Ну, были попытки на Ижах, Явах, Уралах, наконец, штурмовать бездорожье. И неоднократно все вышеперечисленное банально перегревалось на бездорожье. И опять солидный клиренс, резина, жидкостное охлаждение, гидравлика на тормозах. В общем, грамотный кросс-зверь, прирученный под нужды среднего потребителя. Но если хочется полетать и быстро, и стильно, не заморачиваясь прохожением поворотов с глубоким креном и въездом в квартал, и о вас автоград позаботился. Ну и ладно. На сегодняшний день самая серьезная техника от автограда. Kawasaki EF-6F. Это 650-сильный агрегат, двухцилиндровый. И скорость у него такая, под 200. И мощности здесь хватает. Если более мощный вариант, то есть, конечно, можно привезти и литровый вариант, и тогда улетаете кони вдаль. Но эта техника предназначена для первостепенного обучения. Потому как даже я, специалист в области мототехники, не рискнул бы сейчас сесть на цельный спортивный байк. А сейчас все это сделать можно легко. Сколько стоит это обучение? Ну, в зависимости от ваших потребностей. Самая простая версия – это 118 тысяч рублей. И вот этот, более или менее заряженный, это 280 тысяч. И сегодня вам не нужно лазить по всему городу, искать в интернет-сайтах. Все-таки, еще раз вам намечу, что спортивные и вообще мотоциклы. Это мотоцикл с пробегом до 10 тысяч. А здесь они с нулевым пробегом. Пожалуйста, гоняйте. Симпатично звучит. Ну, ездит так. Это, конечно, только начало нашей регулярной автостоповской жизни в эфире. Потому как были в молодости и трехмутровые прыжки, и терминаторские падения. До всего они перечесть. Без чего не осталось бы желания когда-нибудь, в ближайшем будущем, захватить десятку тысяч гривенов и умчаться отсюда. Навстречу солнцу и приключениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...